От пациентки, почувствовала боли справа внизу живота В марте 2019 года, гастроэнтеролог поставил диагноз синдром раздраженного кишечника 29 мая 2020 года сделано МРТ брюшной полости с контрастом Белобарно множественные очаги от 0,2 на 0,3 до 8,8 на 4 см 8 мм В июне 2020 года обратилась в Энмице имени Петрова Была сделана колоноскопия, биопсия обнаруженной опухоли, 1К РЦ ионома Лоугрейд Генетический анализ от 26 июня 2020 года, мутация КРЭС-Плюс, МСИ КТ от 4 июня 2020 года, образование слепой кишки с инвазией подвздошной кишки, правого мочеточника Метастазы в регионарных лимфоузлах, печени, ПХТ-1 линии ФОЛФОКС-12 циклов с июня 2020 года по декабрь 2020 Последнее КТ в 2020 году от 21 декабря 2020 года, описание приложено в ссылке 19 марта 2021 года сделано КТ, по которому необходимо второе мнение Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 64 лет Дата исследования, 19 марта 2021 года Область исследования, брюшная полость, забрюшенное пространство, с внутривенным болюсным контрастированием Исследование проведено в фазы, не совпадающие с общепринятыми В артериальную фазу плотность крови в аорте до плюс 120 Хаунсфилда На уровне печени, в венозную фазу до плюс 160 Хаунсфилда При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены Желудок обычных размеров, правильно расположен, эвакуация жидкого контраста не нарушена Печень ККРПД 208 мм, ККРЛД 134 мм, контуры четкие и неровные, нативная плотность плюс 50 плюс 60 Хаунсфилда Около 30% объема печени занимают гиподенсные и гиповаскулярные очаги диаметром до 42 на 39 мм Данные очаги занимают почти весь объем левой доли печени В отдельных очагах кольца эффеката до 3 мм В С5 очаг 20 на 12 мм, в С8 очаг 49 на 46 на 35 мм Диаметр портальной вены 12 мм, желчные протоки не расширены Желчный пузырь, обычных размеров, правильной формы Рентген-контрастные конкременты не определяются Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами Паренхима диффузна неоднородна, плотность плюс 34 плюс 55 Хаунсфилда Вирсунгов проток не расширен Парапанкреатическая клетчатка не изменена Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами Без ржа контрастных очагов Надпочечники не увеличены, обычной структуры Правая почка размером 81 на 40 на 28 мм Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена Рентген-контрастные конкременты не определяются Сосудистая ножка почки, паранифральная клетчатка структурны Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются Плотность мочи в мочеточнике плюс 709 Хаунсфилда Левая почка размером 99 на 50 на 46 мм Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена Рентген-контрастные конкременты не определяются Сосудистая ножка почки, паранифральная клетчатка структурны В паренхиме нижнего полюса два очага жировой плотности диаметром 3,4 мм Сохраняется объемное образование в области баугеневой заслонки Аксиальным размером 38 на 26 мм, крайне каудальным До 26 мм По периферии образования немногочисленные кольца и фекаты Диаметром до 3 мм, плотностью до плюс 268 Хаунсфилда В процесс вовлечен правый мочеточник, выше опухоли Его диаметр 9 мм Плотность мочи в мочеточнике плюс 1059 Хаунсфилда Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена Диаметр аорты и нижний полой вены в пределах возрастной нормы Свежие косно-травматические и косно-деструктивные изменения не выявлены Заключение, КТ-картина образования кишки в области баугеневой заслонки Секундарного поражения печени, вовлечения в процесс правого мочеточника Уменьшение размеров правой почки, снижение ее выделительной функции Ангемиолипомы левой почки По сравнению с заключением КТ от 23 декабря 2020 года, динамика разнонаправленная Очаги в печени выросли, увеличенные лимфоузлы не визуализируются 22 марта 2021 года доцент кафедры МН Котов МА Комментарий врача-рентгенолога Динамика у вас разнонаправленная Очаги в печени стали больше по сравнению с заключением от 23 декабря 2020 года, а лимфоузлов увеличенных не видно Также несколько расширен правый мочеточник, но полостная система почки не расширена Функция правой почки снижена, она выводит контраста меньше, чем левая Также можно сказать, что исследования сделали плохо, не попали в артериальную и венозную фазу Вопрос пациентки, то что не попали в артериальную и венозную фазу, означает ли это, что надо переделать КТ? Ответ КМН Котова МА Нет, принципиально ничего это не изменит Но в следующий раз лучше делать там, где это умеют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok